Вот мы и проводили бабье лето и ожидаем с замиранием сердца зиму. Уж в который раз задаемся вопросами, как же ее пережить. Цены растут, уволь по QR-коду, что там с выплатами. И так далее. Если сместиться с социального блока «Спортивная область», то у нас поводов для радости и гордости намного, намного больше. Всех приветствую в программе «Спорт», в которой я обозреваю минувшие и текущие грядущие спортивные события в республике, рассказываю об успехах наших ребят за саянами и общаюсь с представителями мира спорта. Поехали! В Кызыле прошло первенство республики по самбо среди юношей и юниорок в спортзале «Харел». Участвовали свыше 120 спортсменов со всей Тувы. Таким образом происходит отбор на первенство Сибирского федерального округа, который пройдет в Новосибирске в начале декабря. Послушаем, что скажет организатор. Количество участников тоже каждым годом увеличивается. Борьба у нас развивается с самбо. Каждым годом тренера побольше становятся. И увлеченные дети с самбо много становятся. И очень отрадно, что люди приходят, занимаются самбо. Самбо – это у нас отечественный вид спорта, российский имеется в виду. И она очень развивается, популяризация. Занимаемся федерацией самбо, в республике 2 занимаемся популяризацией самбо. Надеемся, политическое правительство, которое в следующем году сказали, построит нам зал. Организаторами выступают Центр спортподготовки от Минспорта Тувы и Федерация самбо Тувы. Лучших из лучших выбрали в двух возрастных категориях. В первый день свое мастерство продемонстрировали юноши и девушки 2006-2008 годов рождения. Во второй – в схватках сошлись юниоры и юниорки 2004-2006 годов рождения. Вчера я занял первое место в 64-м килограмме. Я занимаюсь в спортивном клубе «Кога». По итогам двух соревновательных дней выявили около 70 сильнейших борцов. Ребята, зашедшие на пьедестал почета, получили возможность выступить в составе команды Тувы на состязаниях следующего уровня. Сегодня в Туве самбо занимается около 200 детей и подростков. Приемом и технике борьбы ребята обучают профессиональные тренеры. Занятия проходят в спортивных школах Кызыла, ПГТ Кахем, Чадана и Парунхемчикского района. Кроме того, ученики 16-го лицея Кызыла тренируются на специальной обустроенной спортивной площадке по проекту «Самбо в школы». И еще один спортивный зал для занятий самбистов Минспорт Тувы планирует открыть в Кызыле в ближайшем будущем. Сейчас в помещении идет ремонт. Добавлю, что курс на популяризацию самбо в России взят в рамках федерального спортивного проекта «За самбо», благодаря которому в регионах запускается кампания по строительству и реконструкцию специализированных спортзалов для самбо. В селах будут открываться секции. Самбо сегодня включено в программу всероссийских спортивных, президентских соревнований и всероссийских спортивных игр школьных спортклубов. Во дворце молодежи прошло открытие первенства по шахматам среди юниоров, куда съехались школьники со всех уголков республики. Первенство для юных шахматистов не только возможность продемонстрировать свои навыки, но и платформа для получения новых знаний. Участники здесь могут обмениваться опытом, изучать новые тактики и стратегии. Я хочу стать чемпионом по шахматам. Мы видим, что на этом первенстве по шахматам собралось достаточно большое количество детей. И это свидетельствует о большой популярности шахмат среди молодежи. Видеть такую массовость и вовлеченность детей, конечно же, очень приятно. И это тоже говорит о том, что все-таки шахматы развиваются среди молодежи. Мы видим, как каждый участник хочет показать свои навыки и стратегии в шахматной игре. Мы видим, что многие из них прошли большую подготовку и тренировки. Многие даже только что недавно вернули больших турниров. И сейчас они показывают свои результаты, своих усилий на шахматной доске. Шахматы активно развивают вербальные навыки. Несмотря на то, что на притяжении партии соперники, как правило, общаются крайне сдержанно, активно задействуются участки мозга. Ответственные за владение языком и коммуникацией. Также шахматы способны снижать уровень подростковой агрессии. Как отмечают организаторы турнира, число участников растет с каждым годом. Шахматы развиваются. Очень много детей и родителей заинтересованы в увеличении шахматного мастерства своих детей. Впервые у нас в республике Това мы добились проведения этапа всероссийского турнира «Детский кубок России». В следующем году, в июне, мы проведем один из этапов «Детского кубка России» в республике Това. Это значит, что к нам приедут гости из Новосибирска, Красноярска, Барнаула, Кемерово. Все ближайшие регионы к нам приедут, чтобы посостязались с нашими детьми-шахматистами. Финальный турнир и награждение победителей пройдут 19 октября. Победители и призеры турнира будут представлять республику на первенство Сибирского федерального округа в Новокузнецке и Барнауле. На прошлой неделе на стадионе пятилетия советской Тувы прошло закрытие спортивного сезона 2023 года, где для школьников и студентов организовали соревнования по легкой атлетике. Командные соревнования среди школьников и студентов Кызыла организовал региональный Минспорт. В нем приняли участие школьники с 7-го, 8-го классов и ученики выпускных классов, студенты СУЗов и ВУЗов. Соревнования проводятся по смешанной системе. В эстафете участвуют два мальчика и две девочки. Лучшими среди студентов оказалась команда первокурсников факультета физической культуры и спорта Тувинского госуниверситета. Участники стартовали с разных точек стадиона, передавая друг другу эстафетную палочку. Каждый старался пробежать свой этап как можно быстрее, чтобы передать палочку следующему. Мы выступили хорошо, но до победы чуть-чуть не хватило. То есть что помешало? Что помешало? У нас, оказывается, был травмированный участник, то есть девочка наша была, оказывается, была травмирована. Как отметили организаторы, лето этого года было богато на спортивные мероприятия. В Туве проходили соревнования различного уровня, охватившие школьников всех возрастов. Данные соревнования посвящены закрытию летнего 2023 года, то есть летнего спортивного сезона. Ну, соответственно, планируем открыть зимний сезон в конце ноября месяца на станции Тайга. Скажи, пожалуйста, у нас какие призы будут победители? Победителям призы предусмотрены в виде денежных сертификатов, подарков от управления, ой, дирекции спортивных мероприятий Российской Федерации, министерств спорта Российской Федерации, а также памятными кубками и медалями от управления спортивных мероприятий Министерства спорта Республики Таван. В Туве родители могут записать ребенка в спортшколу через госуслуги. На едином портале государственных и муниципальных услуг стала доступна услуга «Запись в организацию спортивной подготовки». Сервис помогает родителям в дистанционном формате выбирать спортивную школу и вид спорта, который интересен ребенку. Почему удобен этот сервис? Запись ребенка в спортшколу, не выходя из дома, за пять минут. Подача заявления не ограничена часами работы школы, а открыта в любое время суток. Не нужно собирать документы. Вся информация ребенка автоматически загружается из вашего аккаунта на госуслугах. Выбор спортивной школы на карте. Возможность найти спортшколу, удобно расположенную рядом с домом, общеобразовательной школой или местом работы родителей. Можно заранее ознакомиться с расписанием тренировок и выбрать конкретного тренера. Информация о текущем статусе заявления отображается в личном кабинете на госуслугах. Если набор в нужную школу не ведется, можно подписаться на рассылку и первым узнать об открытии интересующего набора. В спортзале Херел 22 октября пройдет второй открытый турнир по армейскому рукопашному бою, посвященный памяти спортсмена-активиста, видеографа, блогера Надела Арсена, известного как Арсен Кеноби. Сейчас идет регистрация участников. Телефон организаторов вы видите сейчас на экране. Большой привет к моей дуле из Москвы! Перед завершением выпуска представляю вам интервью с футбольным тренером Валентином Сенниковым, который успешно готовит юных футболистов к большому будущему. Один из его юных подаванов Дембрел Солчак уже играет в московском клубе. Но обо всем по порядку. Получилось, что вот на первой школе, когда готовили площадку, чтобы построить искусственный газон, постелить, подготовили основание, заасфальтировали площадку. И я с малышами вечером там занимался. То есть у нас площадка там песочная есть, ну грунт. На грунте мы с малышами не занимались. Выходили на асфальт, делали такие упражнения, чтобы без травм там было. И у меня была группа 6 лет и старше. Ну ребята, ну для чего приходят ребята в футбол? Ну чтобы потусоваться со своими одногодками, с тем, с кем в садик ходишь. 6 лет это же садик. Они встретились, они тут обнимаются, они тут радуются. Некоторые пытаются там выполнить что-то, некоторые выполнили 3 раза. А, допустим, на тренировке мне надо, чтобы каждый выполнил одно и то же упражнение 5 раз. А они 3 раза выполнили и уже все начали обниматься. Начали, кто-то кого-то там ущипнул, кто-то кого-то обозвал. Ну ребят, честно, да, они как бы для этого повеселятся. И самое главное, поиграть, конечно, в футбол. В конце тренировки, в конце занятий поиграть в футбол, побегать, набегаться до упада. Для этого дети приходят в футбол, ну, чтобы развлечься в большинстве своем. Ну и тут как-то приходит, это был 20-й год, 2020 август, приходит ко мне солчак Алденхирелл и приводит маленького мальчишку Дамбрелла. Вот ему 5 лет, говорит, мы прошлись по клубам, и его как бы нигде не берут, потому что говорят, что он маленький. Типа, может быть, вы возьмете. Я говорю, ну, пожалуйста, присоединяйтесь к тренировке, мы как раз вот только начали занятия. Я смотрю эти ребята, которые постарше, ему было 5,5 лет тогда. По сравнению с одноклубниками, Дамбрелл проявлял упорство, не халтурил и верил в себя. Его отец Алденхирелл поддерживал сына на протяжении всех тренировок. Образцовая поддержка отца сыну принесла свои плоды. А потом у Дамбрелла появились успехи, да, то есть результаты. Он на тренировке, то есть мы играем в футбол, он раз гол забил, два гол забил, там, и приходит, и дома, естественно, начинает рассказывать. Там, папа, я сегодня обыграл кого-то и там забил гол. Ну, а ему стало отсюда интересно, как он младший, среди старших, обыгрывает, еще голы забивает. Он пришел, посмотрел, и то есть не стал уходить, остался на тренировке. В декабре 2022 года мы поехали командой уже 2015 года рождения. Ну, и там просто никому не дали шансов. Сразу у нас, по-моему, первая игра была с Олимпиком, а это считается Олимпик в Минусинске. Это считается фаворит, и всегда турниры, они всегда в финале играют. Ну, по-моему, в большинство случаев они первое место занимают. И вот у нас первая игра, и мы их выигрываем 5-2. Дембрел, по-моему, там 3 или 4 гола, нет, 3, наверное, с центра поля забил. Тренер Синников не раз вывозил своих подопечных на чемпионаты и первенства за пределами Тувы. После этого турнира, вот в Минусинске, мы приехали в Кызыл, ну и встретились с Алданхерелом. Ну и я как бы посоветовал, что нужно что-то искать куда-то, нужно съездить на просмотр, куда-то на сборы, может быть, чтобы заметили. Но если есть возможность, говорю, у вас с переездом, ну, переехать куда-то в другой город, потому что меня на него не хватит, он очень требовательный. То есть он не говорит, что типа, Валентин Васильевич, давайте со мной сейчас позанимайтесь там. Он требует больше ресурсов, да, вложений. Да, то есть ему 1-3 тренировок в неделю не хватает, ему 4-х не хватает, ему надо больше, ему не хватает часа для тренировки, ему надо полтора часа занять. Ну, то есть, ну, по нему видно, что ему надо больше, и ему нужно больше сверстников, таких как он, чтобы конкуренция была. Может, даже сильнее его. Сильнее его, да, чтобы он к чему-то стремился. Тут он выше на голову даже, ну, 2014-х годов рождения, даже, ну, большинство 2013-х годов. Нет, в 2013-е, конечно, у нас в клубе есть хорошие ребята, которым тоже, вот я сейчас родителям советую съездить в ту же школу, в Чертаново, чтобы на просмотр. Поехали, значит, послушайте. Да, они, это, отец сразу начал смотреть в интернете, и самое оптимальное для себя он нашел вот в футбольную академию Чертаново. Успех и талант сына заставили семью Солчак все обдумать и решиться на переезд в российскую столицу. Мама и папа юного Дембрелла сейчас работают в Москве, а наш герой вовсю гоняет мяч по московскому футбольному полю. Чему нас учат такие истории? Возможно, тому, что стоит считаться желаниями своего чада, что жизнь не требует от нас осветлого образа, а дает возможность покорять новые горизонты, не бояться рисков и перемен. Мы еще вернемся в следующих выпусках к талантливому футболисту, будем следить за его спортивной карьерой. Очередной выпуск программы «Спорт» подходит к концу. Я с вами прощаюсь ровно на неделю. Автор программы «РС Мангуш» – монтаж «Ангар Кужегет». Услышимся!